Сегодня мы ознакомим вас с инструкцией по проведению итоговой тестации СОР и СОЧ в период карантина. Для того, чтобы выдать учащимся варианты СОР, то есть варианты с вопросами, нужно для начала подготовить файлы. Для этого в названии файла нужно будет указать вариант, например, ИКТ, четвертая четверть, первый вариант. Также второй файл ИКТ, четвертая четверть, второй вариант. Таким образом, вы обеспечите себе удобство в использовании, а также не запутаетесь в файлах. После того, как варианты с вопросами будут подготовлены, мы рекомендуем внести, а также выдать эти варианты в систему Кунделек. Для этого после входа на сайт нужно перейти во вкладку «Образование» «Рабочий стол». Затем в блоке «Предметы и классы» нажать на кнопку «Уроки». Будет открыто календарное планирование. Здесь, в календарном планировании, для того, чтобы выдать эти варианты с вопросами, нужно перейти на страницу урока. Затем на странице урока нужно будет нажать на кнопку «Добавить ДЗ» в блоке «Домашние задания». Далее откроется страница для создания домашнего задания. Здесь, в блоке «Детали домашнего задания» обязательно нужно указать галочкой «Блок требуется проверка», а также требуется файл с результатом. В блоке «Что задано» нужно будет указать текст домашнего задания. В данном случае, так как проведение сорб и определенного текста указывать не нужно, например, в данном случае, так как отсутствует конкретный текст по домашнему заданию, то есть упражнения и так далее, мы рекомендуем указать следующую информацию. То есть проведение сорб по информатике. Время выполнения – 25 минут. Ответы внести в файл и прикрепить к этому домашнему заданию в течение часа. Указать время на выполнение – в минутах. В данном случае мы указываем 20 минут. Затем прикрепить файл. Файл будет загружен из компьютера. Также, после того, как вы указали корректные варианты, вы сможете сориентироваться и выбрать правильный вариант. Затем загрузить файл в домашнее задание. После того, как файл будет загружен, нужно нажать на кнопку «Сохранить» и пока не выдавать. Откроется страница с домашним заданием. Здесь нужно будет выбрать учащихся, которые будут проходить. И отвечать на вопросы по первому варианту заданий. Для этого рядом с именами учащихся галочками указать правильный вариант. Затем нажать на кнопку «Выдать выбранным ученикам». После того, как задание будет успешно выдано, нужно создать дополнительное домашнее задание, для того, чтобы выдать его остальным учащимся. Обратите внимание, что здесь домашнее задание выдано только ранее выбранным учащимся. И только они увидят загруженный вами вариант. После того, как первое домашнее задание будет выдано, нужно повторно перейти в календарное планирование. Затем нажать на страницу урока. Далее нажать на кнопку «Добавить ДЗ». Указать все необходимые параметры, то есть требуется проверка и требуется файл с результатом. Внести текст домашнего задания. Время на выполнение. И прикрепить файл со вторым вариантом вопросов. Также после того, как второй вариант будет прикреплен, нажать на кнопку «Сохранить» и «Пока не выдавать». Затем отметить остальных учащихся. Таким образом, нужный вам вариант с вопросами увидят только отмеченные галочками учащиеся. Нажать на кнопку «Выдать выбранным ученикам». Второй вариант. Будут видеть другие учащиеся класса. После того, как два домашних задания будут выданы, их нужно оповестить. Для того, чтобы их оповестить, нужно создать уведомления в классе. Для этого перейти во вкладку «Образование» «Моя школа». Перейти на страницу выбранного класса. То есть нажать на кнопку «Страница класса». Здесь в блоке «Введите текст записи» во вкладке «Объявления». Нужно указать текст. Для того, чтобы учащиеся, а также их родители ознакомились с информацией о проведении СОР, мы рекомендуем в качестве объявления добавить информацию, а также указать расписание проведения СОР. То есть уведомляем, что в определенный период начинается период проведения СОР в нашем классе. Указать ближайшее расписание проведения СОР, а также прикрепить файл. В файле будет полное расписание с датой и временем проведения СОР. Прикрепить файл и отправить. После того, как объявление будет отправлено, учитель сможет увидеть, кто из учащихся, а также родителей, увидел данное объявление, а кто еще не ознакомился с этим объявлением. При необходимости можно запросить родителей и учащихся указать в комментариях информацию о том, что с информацией родитель ознакомился или нет. После того, как объявление будет выдано, учащиеся смогут перейти в свое домашнее задание и увидеть свой вариант с вопросами. После того, как задачи будут решены, также в файловом формате прикрепить результаты в домашнее задание.